Всем подписчикам большой привет! Идет процесс заготовки чаев на предстоящую зиму. Сейчас идет иван-чай, другие растения, это малина, вишня. Можно заготовить практически любую траву. Я отработал так называемую технологию форвакуумной ферментации или ГАП-ферментации. То есть без доступа кислорода в условиях вакуума, который создается с помощью вот этой системы ВАК. Вы собираете лист любой, который хотите заферментировать. Затем в пакете кладете его в морозилку, помещаете и замораживаете. Потом в удобное для вас время вы этот пакет достаете из морозилки и размораживаете в какой-либо емкости. Для чего это делается? Лист подвергается мелкокристаллическому разрушению. То есть этот процесс заменяет нам разбивку в мясорубке, как обычно народ привык прогонять через мясорубку. Эту функцию выполняет морозильная камера. То есть мороз разбивает этот лист. Затем с помощью доски, этот лист, доски сейчас есть на маркетплейсах, я скручиваю, скручиваю с помощью емкости, у меня специальная емкость, есть видео на канале. Скручиваю и помещаю для ферментации в стеклянные банки. Вот в такие банки, трехлитровые, двухлитровые, это скрученный лист и ванчая. Вот скрученный лист, здесь у меня малина, вот это белая, немножко яблок, яблоневый лист. И вот интересное, это лист хрена. Лист хрена можно оказывается тоже ферментировать и с этой технологией получается очень интересный вкус. Вот уже высушенный лист хрена, сферментированный по бескислородной технологии и высушенный. Я даже вот прожинки оставил от хрена. Получается такой восхитительнейший чай с горчинкой, с небольшой и приятной нотки аромата. Это лист хрена. Во время вот этой ферментации бескислородной, ее можно провести ускоренно, за сутки-двое. Можно немножко растянуть по времени. Нужно делать периодически продувку. Как делается? Вы вскрываете, через клапан запускаете воздух. Сюда небольшое встряхивание делаете в банке. То есть запускаете сюда воздух. И затем также откачиваете с помощью насоса. Создаете там вакуум. Качков 50. У вас, китайцы, в Тайвань рекомендуют 5-6 вот таких вот продувок. Но достаточно 2-3 у меня, из моего опыта. Затем этот уже сферментированный, он даст вам запах. Вы почувствуете, что идет уже фруктовый запах. Вы его помещаете на сушку. Сушку я делаю в обычной печке мечта, но с продувкой воздуха, вентилятором. И после сушки, вот он уже готовый, высушенный. Иван-чай, сферментированный, высушенный. Я помещаю его в банке с обычными крышками. Вот этот чай еще с прошлого года, Иван-чай. Вот такой процесс идет всем на заготовку и удачи. Продолжение следует...